Декоративная косметика Я использую только один самый-самый любимый, который я как раз-таки оставлю на последочек. Ну, первое, наверное, с чего я хочу начать, это один из самых старинных продуктов, наверное, в моей косметичке, в моей коллекции бронзеров. Это Десяточка от Benefit, еще даже в старом формате, когда крышечка открывалась вот таким образом, а не откидывалась. Здесь находится сама кисточка, которую я использую, ну а сам продукт выглядит именно вот таким вот образом. Здесь есть бронзер и здесь есть хайлайтер, но о хайлайтере мы поговорим в следующий раз. На самом деле, этот продукт действительно называется бронзер, потому что он обладает именно таким желто-золотым переливом. Его можно использовать даже как хайлайтер на верх скулы для того, чтобы оттенить, например, загар. На все лицо, конечно же, его наносить я бы не рекомендовала, потому что, ну явно, мы с вами будем такими загорелыми, да еще и блестящими матрешками. Использую его крайне редко, практически вообще никогда не использую, если только где-то в отпуске, если где-то очень загорелая. Он красиво переливается золотым, таким золотым шиммером. У него неплохая такая слегка, может быть, рыхлистая консистенция, но есть, пусть будет. Использую, честно говоря, действительно очень-очень редко. Вообще бронзеры такая не моя тема. Следующий продукт это, конечно же, знаменитая Hula от Benefit. Она у меня вот в таком вот Кабана Глема, да, Кабана Глема. Вот такой вот у меня есть набор, здесь тени, здесь что-то еще было, все повыкидывалось уже давно. И непосредственно сам бронзер Hula. Просто покажу его, но скажу о том, что я его не использую совершенно. Когда-то я начинала его использовать, пыталась им делать, естественно, контур, но это для меня очень темно, во-первых. Где он? Вот он. Он очень темный для меня, он слишком такой коричневатый. Я не имею абсолютно никакого коричневого подтона. Они вот где-то очень близки. Hula очень похожа на десятку. Единственное, что в десятке есть блеск, а в Hula, конечно же, абсолютно такой матовый бронзер. Но я бы сказала, что Hula это точно бронзер, по крайней мере для меня, никак никакой не скульптор. Поэтому я тоже его практически никогда не использую. Следующие два продукта – это продукты от Guerlain. Первый из них – это Guerlain by Emilio Pucci. Это Terra Azura. Открывается вот таким образом. Здесь все на магните. И это очень приятный наборчик, который состоит из бронзера, из двух румян и из хайлайтера. Ну, хайлайтер здесь настолько мал, что его практически невозможно использовать в отдельности. Румяна очень достойные. Их даже здесь такой холодный фуксивый и такой лососево-персиковый оттенок, когда их смешиваешь вместе, получается очень красивый оттенок на щечках. Ну и непосредственно сам бронзер. Он имеет матовую такую консистенцию. И он тоже прям вот бронзер-бронзер. Достаточно светлый. С ним практически, наверное, невозможно переборщить. Ну, вот такой вот он. Они все между собой, вот, кстати говоря, похожи. Единственное, что этот абсолютно матовый. У него такая, как будто даже какая-то муссовая консистенция, что ли. Он очень приятно наносится. Но, опять же, это средство только для, естественно, лета. Только для того, чтобы оттенить, может быть, какие-то щечки. Ну, или действительно использовать его в виде каких-то таких загарных румян. Но это лимитка, поэтому, скорее всего, ее очень трудно будет найти. Следующий продукт – это, конечно же, Таракотта 4 сезона. Средство, которое я безмерно полюбила. У меня в самом светлом оттенке 2.0 ньют. Ой, какой запах приятный. 4 здесь оттенка. Розовый, такой матовый, сероватый, очень светлый, как пудра. И прям непосредственно такой ржеватый, как именно бронза. По отдельности я практически не наношу. Использую большой кистью, все вместе. Во время отпуска использовала на все лицо. После отпуска тоже использовала на все лицо. И даже сейчас иногда использую для того, чтобы лицу придать какую-то такую небольшую свежесть. Контурировать лицо им очень трудно. Это именно такая летняя пудра-бронза. На самом деле она так и называется. Бронзирующая пудра для лета. Для того, чтобы освежить кожу. Для того, чтобы придать ей какой-то загар. Но если вы совсем не загорелы, не забывайте о том, что ее нужно нанести хотя бы еще и на шею. Очень легкий оттенок. Очень легка в использовании. Как я уже сказала, очень приятный аромат. И действительно, когда вместе все это используется, получается такой, вот такой вот на мизинчике, такой странный, очень светлый оттенок, в котором присутствует как раз таки вот розовинка. И совсем он не является каким-то серьезным бронзером. Но, конечно же, использовать на постоянной основе на все лицо для такой светлокожей дамочки, как я, не вариант. Летом это просто незаменимая вещь. Ну и последний продукт из бронзеров. Я бы сказала, что для меня это скульптор. Для меня это средство для контурирования лица. И говорю я, конечно же, о марке Бёрбери. Это, на самом деле, это же румяна в оттенке 0,7. Потрясающая вещь. Открывается румяна вот таким образом. Такой вот книжечкой. Здесь есть очень хорошего качества. Вот такая вот изогнутая кисточка, которой очень хорошо делает контур лица. Также можно сделать контур и на непосредственном лбу. И сам оттенок выглядит вот таким образом. Для светлокожих девушек с розовым потоном это просто незаменимая вещь. Это очень хороший, очень правильный оттенок. У меня вот, если вы увидите, у меня аж здесь прям уже выемка. Потому что я его действительно использую, ну, прям каждый день. Вот такой вот он, действительно, серый. Серо-бежевый. Абсолютно-абсолютно матовый. Сейчас посильнее нанесу, для того, чтобы вы понимали, как это все выглядит. Серо-бежевый оттенок. Вот таким вот образом это выглядит. Практически не видно на коже. Но когда вы используете именно кисточку, у которой очень хорошо рисовать сколы, то это действительно выглядит... Сейчас я ей попробую нарисовать. Практически ничего не видно. Но на самом деле это действительно потрясающая вещь. Потрясающий контур для того, чтобы скорректировать белоснежкам или с очень светлокожим девушкам свои щечки. Также, конечно же, его очень хорошо использовать в виде румян. Им очень хорошо контурировать лоб, подбородок, я не знаю, все что угодно. Потрясающая вещь, приятной консистенции, с каким-то обычным ароматом для румян. С ним практически невозможно переборщить. Он такой, знаете, прям вот тонкий по своей текстуре, очень тонко наносится, очень хорошо разносится по коже, растушевывается. Совсем забыла слово. Очень хорошо растушевывается. Можно использовать любую кисточку, ни с какой кисточкой у него нет конфликта. Просто потрясающая вещь. Говорят, что у дочи Габана Тан такой же потрясающий. Но, честно говоря, когда я нашла вот эту вещь, я решила, что стоп, мне больше ничего не нужно. Это единственная вещь, которую я бы хотела иметь в своей косметичке. И я точно знаю, что я использую ее до самого-самого конца. Потому что это действительно та вещь, которая используется каждый день и которая используется с огромным просто удовольствием. В каждом видео вы можете видеть этот контур на моих щеках, потому что это действительно для меня незаменимая вещь. Она потрясающая. И это то, что я могу вам порекомендовать. На сегодня это все. Это все бронзеры, скульпторы или как мы их там называем, которые есть в моей коллекции. Если есть у вас какие-то вопросы или вам есть, что мне порекомендовать, сделайте это, пожалуйста, в комментариях. Ну, а я благодарю вас, что вы досмотрели это видео до конца. Если досмотрели, я безумно вас люблю. Я очень благодарна вам, что вы со мной. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok